Привет, меня зовут Брайан Джонсон, специально для всесоки.ру. Сегодня я сделаю обзор нескольких мельниц, чтобы вы смогли выбрать ту, которая подойдет именно вам. В этом и следующих видео мы покажем вам большое разнообразие мельниц, которые есть на рынке, и сделаем обзор на каждую, выделив особенности как электрических, так и ручных машин. Сегодня я буду сравнивать электрические мельницы между собой. Мы много тестировали различных машин и выбрали самые лучшие в своей категории. Конечно же, у каждой из них есть плюсы и минусы, и это в первую очередь зависит от того, для каких целей вы собираетесь использовать мельницу. Пожалуйста, запомните, что ни одна электрическая мельница не может перемалывать масличные культуры, такие как лен или кофе, а также не получится делать ореховую пасту. В этом случае вам стоит посмотреть обзоры специально предназначенных для этого автоматических мельниц урбичмейкеров. Сегодня мы сравним мельницы несколькими способами. Я продемонстрирую вам, как работает каждая мельница, и вы увидите, какая мука в результате получается, используя настройки грубого и тонкого помола. Вы посмотрите на скорость их работы и насколько шумно работает каждая машина. Также я покажу вам, как легко помыть каждую машину, и мы посмотрим на внутренний механизм мельниц. Думаю, вам будет интересно. Давайте посмотрим на наши мельницы. Вот это мельница Wonder Mill. Вот это Family Grain Mill. И бренд Комо сегодня представляет Комо Фидибус Медиум. В модели Family Grain Mill теперь есть уникальная возможность использовать как электрический, так и ручной вариант мельницы. Насадка снимается с электрического корпуса и очень просто фиксируется на ручном корпусе, который закрепляется на столе. Вы также крутите ручку, как и в любой другой ручной мельнице. В этом обзоре мы посмотрим, что из себя представляет электрический вариант мельницы Family Grain Mill и сравним с другими мельницами на этом столе. Давайте возьмем зерно и посмотрим, какая машина измельчит его наиболее мелко. Когда я буду перемалывать зерно, обратите внимание на уровень шума каждой отдельной машины. Это поможет вам понять, насколько приемлемо это будет для вашей кухни. Одну сюда, одну сюда. Мы начнем наш тест с Wonder Mill. В каждой машине мы будем молоть примерно четверть стакана твердозерной белой пшеницы. Снимаем крышку с мельницы Wonder Mill и настраиваем самый тонкий помол. Впереди здесь регулятор с двумя делениями. Мука грубого помола и мука для кондитерских изделий. Мы выберем мука для кондитерских изделий. Измельченное зерно будет поступать в отдельный контейнер сбоку. В электрических мельницах очень важно сначала запустить двигатель, а только потом засыпать зерно. Давайте сделаем это и засыплем четверть стакана пшеницы. Смотрите на уровень шума. Готово. Просто выключаем мельницу и ждем, когда двигатель остановится. Обратно закрываем крышкой. Давайте посмотрим, что получилось из четверти стакана пшеницы. Получилось вот такое количество муки. Теперь проделаем то же самое с Family Grain Mill. Устанавливаем на самый тонкий помол. Включаем и засыпаем зерна в воронку. Хочу отметить, что работает она немного тише, чем Wonder Mill. Но и измельчение на ней занимает немного больше времени. Заглянув в воронку, можно понять, сколько зерен еще осталось. У меня осталось совсем чуть-чуть. Еще немного. Мука все еще выходит. Измельчение в мельнице с ручными настройками занимает немного больше времени, чем полностью электрическая мельница. Готово. Получилась отличная мука для выпечки. И теперь протестируем Комо. Будем использовать самую популярную модель – Medium. Вообще у Комо много разных моделей. Снова отмеряем четверть стакана. Снимаем крышку с загрузочной емкости. Для настройки помола в Комо нужно просто повернуть загрузочную емкость в соответствии со шкалой, вот здесь. Я поставлю на самый тонкий помол. Также сначала включаем машину и затем засыпем зерно. Слышите разницу? Она работает громче, чем Family Grand Mill. Также можно заметить, что машина шумит сильнее, когда внутри есть зерно. Без зерна шум меньше. И Комо измельчило зерно немного быстрее, чем Family Grand Mill. Получилось примерно такое же количество муки. Теперь я проверю муку на ощупь. Начнем с Wonder Mill. Теперь Family Grand Mill. Здесь немного крупнее. И, наконец, Комо. После такой проверки я хочу оценить результаты каждой мельницы. По шкале от 0 – крупный размер частиц, до 10 – мелкий размер частиц. Family Grand Mill я поставлю на отметку 6. В первую очередь есть. Wonder Mill – между 8 и 9. И Комо ближе к 10. Отличный результат для электрической мельницы. Очень мелкая мука. Фэмили Грэйн Мил – другой тип настроек. В различных мельницах повторный пропуск зерна – не редкость. Это как раз случай в Фэмили Грэйн Мил. Сейчас мы пропустим получившуюся муку еще раз. И посмотрим, какая мука получится после второго раза. Берем другую чашу. Также устанавливаем на тонкий помол. Включаем и засыпаем полученную муку еще раз. Можно постучать по загрузочной емкости вот так, чтобы мука быстрее просыпалась. В полностью электрических машинах чаще всего нельзя повторно перемалывать муку. Поскольку Фэмили Грэйн Мил является гибридом ручной и электрической мельницы, здесь есть ручные настройки, и второй раз пропускать можно. Продолжим измельчать и посмотрим, получится ли больше отметки 6. Мука будет измельчаться чуть дольше из-за того, что шнеку Фэмили Грэйн Мил придется захватывать более мелкие частицы. Готово. После второго раза мука действительно стала мельче. Перед этим я говорил 6. Теперь дам, наверное, 7 или 7,5. Думаю, что словами трудно описать, какой получилась мука. Поэтому я продемонстрирую вам ее качество визуально. Мы пропустим муку через обычную машинку для просеивания. Я засыплю туда муку. Потрясу примерно секунд 20 и посмотрим, что останется на сетке. Начнем с муки, которую мы получили с помощью Wonder Mill. Пересыпаем муку из чаши в просеиватель и крутим ручку. Лучше всего потрясти вот так. И если останутся какие-нибудь крупные частицы, они будут лежать на поверхности мелкой сетки на дне просеивателя. 20 секунд будет достаточно. Теперь раскручиваем просеиватель и смотрим. На поверхности лежат более крупные частички. Для каждой мельницы я буду высыпать остатки на синие тарелки. Снова закручиваем просеиватель и делаем для следующей мельницы. Это была Wonder Mill. Теперь Family Grain Mill. Та мука, которую мы пропустили через мельницу два раза. Я подставлю другую чашу, чтобы остатки ссыпались в нее. А муку пересыплю в просеиватель. Трясем около 15-20 секунд. Наклоняем в разные стороны, чтобы мука хорошо просеялась. И можно было увидеть, сколько крупных частичек осталось. Посмотрите, сколько осталось. Еще раз закручиваем просеиватель. Пододвигаем чашу ближе. И просеиваем муку из мельницы Como Fidibus Medium. Это количество муки получилось из четверти стакана зерен. Везде был установлен самый тонкий помол. Через Family Grain Mill мы пропустили зерна два раза. И теперь просеиваем через мелкое сито в течение 15-20 секунд, чтобы посмотреть, насколько мелкой получилась мука. Давайте раскрутим и посмотрим. Ну, сразу видна разница. Также выложим тарелку, чтобы было видно. Результаты получились в том же порядке, как и в тесте на ощупь. Мельница Como однозначно сделала самую мелкую муку. Как вы видите, на тарелке осталось совсем немного крупных частичек. У Family Grain Mill их заметно больше. Это стало очевидно благодаря этому тесту. А в Wonder Mill получилось чуть больше, чем в Como. Итак, мы выяснили, что для получения более мелкой муки мы пропустили зерно два раза через Family Grain Mill. И она получила отметку 7 по шкале от самых крупных частичек до самых мелких. Через мельницу Wonder Mill мы пропустили зерно один раз, выбрав настройку «Мука для кондитерских изделий». Я поставил ее на отметку 9. А Como Fidibus Medium после настройки самого тонкого помола справилась на все 10 баллов. Как вы видели, мука получилась немного мельче, если пропускать ее через Family Grain Mill второй раз. Но она также имеет высокое качество. Можно отметить, что Family Grain Mill работает тише, чем остальные электрические мельницы, благодаря своей конструкции. Следующее место по шуму занимает Wonder Mill. И последнее – это Como, где зерна перемалываются в специальные емкости, поэтому она самая шумная. Теперь давайте проведем такой же тест, только проверим настройку грубого помола. Грубый помол используется, когда вам нужно перемолоть зерно для получения более крупной муки для выпечки. Или еще крупнее для каш или овсяной крупы. В нашем первом тесте, в Wonder Mill, мы установили регулятор на муку для кондитерских изделий. А теперь просто прокрутим колесико дальше. И установим на муку грубого помола. Возьмем также четверть стакана твердой пшеницы. Измельчим в каждой мельнице и посмотрим, насколько крупными получаются частички. Начнем с Wonder Mill. Повторюсь, что мы будем использовать четверть стакана твердозерной белозерной пшеницы. Включаем машину и засыпаем зерно. Вонра Мил справляется очень быстро. Двигатель остановился. Давайте посмотрим, что получилось. Пересыплю в эту чашу. Крупность частичек муки такая, как в муке для хлеба грубого помола. Она определенно мельче, чем то, что называется расколотыми зернами. Я думаю, по шкале крупности зерна Wonder Mill будут стоять на отметке 6. Примерно получилось то, что было при измельчении зерен в первом заходе на Family Grain Mill. Теперь давайте перейдем к Family Grain Mill. Настроим регулятор и посмотрим, насколько крупными получаются частички. Раскручиваем его по максимуму. На регуляторе есть надпись Stop. Оно отмечено для обозначения максимально раскрученной позиции для крупного помола. Также отмеряем четверть стакана белозерной пшеницы. Включаем машину и засыпаем зерна внутрь. На настройке крупного помола он работает заметно быстрее. Family Grain Mill фактически разломала зерна. Похоже на частички зерна для каши или овсяную крупу. То есть Family Grain Mill может измельчать зерно примерно в промежутке от 0 до 6 или 7. Если вы не собираетесь перемалывать второй раз. Теперь давайте посмотрим, на что способна Como Fidibus Medium. Точно также берем загрузочную емкость и поворачиваем влево, чтобы установить на грубый помол. Берем чашу и ставим ее под отверстие. Насыпаем четверть стакана зерен. Преимуществом Como является то, что можно регулировать крупность помола в процессе работы мельницы. Это однозначный плюс. Включаем и засыпаем зерно в загрузочную емкость. Очень быстро получилось. Получились частички, похожие на частички из Family Grain Mill, которые также разломлены. Итак, мельница Como измельчает зерно от 0, едва размельчая зерно до 10, перемалывая зерно в очень-очень мелкую муку. Если вы собираетесь готовить что-то, что требует грубого помола, то вам лучше присмотреться к Family Grain Mill. Или если вы хотите полностью электрическую, тогда к мельнице Como. На кухне мы развели беспорядок. Давайте посмотрим, насколько загрязнились мельницы. Посмотрим, что у нас с Wander Mill. Сверху загрузочной емкости всегда остается небольшой осадок. Можно просто убрать его с помощью влажной тряпки. Следующее, что нужно почистить, это контейнер для муки. Его можно сполоснуть или также протереть влажной тряпочкой. Также здесь нужно снять крышку с контейнера и сполоснуть вот эту трубку под краном. И проделать то же самое с вот этим стаканом. Здесь также есть небольшой фильтр. Перед тем, как начать мыть крышку, не забудьте его вытащить. Не допускайте, чтобы фильтр намок. Кстати, в комплекте с мельницей идет еще один дополнительный. Не забывайте, что вот здесь есть маленькое отверстие, которое соединяет контейнер с корпусом. В нем всегда остается немного муки. Ее также можно вычистить с помощью влажной ткани. У Wonder Mill есть одна особенность. Это отдельный контейнер. Крышка от загрузочной емкости полностью подходит и для контейнера. Производитель говорит, что можно использовать ее для хранения муки. Но хочу сказать, что мне эта идея не очень нравится. Потому что если вы измельчаете только один вид муки, тогда можно будет так сделать. Но если вы перемалываете сразу несколько видов муки в несколько подходов, то уже не сможете хранить все в одной емкости. Поэтому используйте этот контейнер для хранения только одного вида муки. А если у вас несколько видов, то просто переложите в контейнеры, которые у вас уже есть. Я закрою крышки обратно, вставлю трубку и она снова готова к использованию. Family Gray Mill также очень легко разбирается. Загрузочная воронка просто снимается. Можно сполоснуть ее под краном или протереть влажной тканью. Следующее, что мы делаем, это раскручиваем колесо впереди. Оно фиксирует детали, которые находятся внутри. Посмотрите, когда я вытаскиваю детали, высыпаются остатки муки. Ну, раз я уже разобрал, то покажу вам механизм, благодаря которому мельница перемалывает пшеницу. Как мы видим, эта деталь сделана в форме конуса. Как раз она и измельчает пшеницу. Вы можете вытащить и помыть этот конус. Он сделан из нержавеющей стали. И также вытащить пластиковый шнек, который проталкивает зерно через мельницу. Все это очень легко моется. Когда вы вытащите все эти детали, снимите последнюю пластиковую воронку и сполосните под краном. После этого зафиксируйте воронку на корпусе. Вставьте пластиковый шнек. Затем возьмите конус, он уже выровнен, и вставьте его. Поверх наденьте регулятор помола и закрутите фиксирующее кольцо. Все очень легко. Убедитесь, что вы все помыли и ничего не забыли вставить. Готово. Теперь кому фидибус медиум. Здесь совсем все просто. Снимаем крышку. Если есть необходимость, можно протереть загрузочную емкость мягкой тканью. Для того, чтобы помыть мельницу внутри, нужно раскрутить емкость на максимум, поставив на самый грубый помол. Придется провернуть где-то два раза. Готово. Можно протереть влажной тканью вот здесь. Мы дошли до самого главного. Это жернов. Если хотите, можете его протереть. Но в этом нет особой необходимости. Можно протереть влажной тканью вот здесь, внутри корпуса. Но не нужно делать это часто. Раз в месяц будет более чем достаточно. Вставляем его обратно. Здесь сделана вот такая пружинная система подвески, которая держит жернов. Она как раз позволяет кому измельчать зерно от очень тонкого помола до грубого. Это небольшая, но гениальная система и мне она очень нравится. И теперь просто закручиваем загрузочную емкость, проворачивая против часовой стрелки. Чёрная точка должна оказаться напротив минимальной отметки шкалы помола. Закрываем крышку. Не забудьте протереть внутри отверстия, где часто скапливаются остатки муки. Сегодня мы обсудили все детали наших мельниц. Рассмотрели все плюсы и минусы, которые помогут сделать вам правильный выбор. Надеюсь, видео было полезным. Чтобы получить более подробную информацию о каждой мельнице, посетите наш сайт всесоки.ру и не стесняйтесь задавать вопросы нашим менеджерам, если вам что-то непонятно в работе каждой мельницы. Спасибо, что смотрели. Увидимся.